Привет, друзья! С вами Киборжик. Всех, конечно же, с праздником Пасхи. Ну, кто её празднует. Сегодня я хотел бы сделать такой небольшой ролик. Он немного не тематический, но просто меня часто спрашивают, что делать, если у вас в команде, типа, 4 уёбка и все не набрали керри, а вы перед этим, допустим, нарандомили тоже какого-то керри, в итоге 5 керри. И кто саппортит, и как вообще это делать, вообще что делать в этой ситуации. Смотрите, вот видно в чате, что я нарандомил Хускара первым в матче. Потом, ну, взяли Хардвейна, Лесника, Мидера и керри еще одного. Вообще отличный пик. Смотрим пик противников. Ну, у них более сбалансированный пик, у них как минимум есть один саппорт. Там еще доберут еще одного саппорта. Давайте просто запустим и посмотрим, что же сделал Киборджик. Киборджик первым прокачал кольцо. Да я хочу фри камеру. Куда ты полетела, камера? Камера? Нет. Нет. Короче, вы понимаете, да? Давайте плеер перспектив. Где тут? Камера моя. Не знаю, почему проседает так FPS при записи. В общем, смотрите. Во-первых, я купил курицу. Я купил два варда. Один отдал Дане метагейму. Один, ну, себе забрал. Не знаю, просто попросил, курица моя стоит. И пошел на лайн. Окей. Первую проблему решили. То есть, на каком бы вы рейтинге не играли, знайте. Варды курица вначале должна быть. Хорошо, что я на роддоме. У меня хватило денег, в принципе, на стандартный закуп Хускара. Я даже предсказал победу. Потому что я верю в своего Хускара саппорта. В скайпе мы, естественно, созвонились. Я сразу сказал, я буду саппортить. То есть, я буду покупать варды. Куплю Мекку. Короче, всякие саппортские фишки. Так. Давайте сразу ускорим. Вау. И тут смотрим прям супер замедление. Естественно, я вначале такое думаю. Давать ли Траксе фармить или самому фармить? Думаю. Окей, мне нужен сапог. Поэтому я фармлю на сапог. И дальнейший весь фарм отдаю детям. Более она стоит против Клокерка. А Клокерка я очень легко отгоняю. Сейчас вы как раз увидите, что я буду делать с Клокерком. То есть, вообще ему житья не даю. Божественный у вас хит, конечно же. Так, давайте. Рубик ушел с лайна. Клокерк подошел. И сразу же ушел. Так. Пришел. Ушел. Никакого опыта Клокерку. Тракса фармит. Смотрим, смотрим, смотрим. Опять. Клокерка прогнали. Тракса фармит. Давайте перемотаем. Ну, не знаю. На какую-то минуту. Я, естественно, уже купил сапог. И сразу у меня в затаре будет мека. Давайте восьмая минута. Как вы видите. Тракса купила ПТ. Транквил. У меня полмеки собрано. То есть, почти мы спушили лайн. Давайте посмотрим, как меня тут убивает Клокерк. Шестого, естественно. Ну, тут я уже ничего не сделаю. Вышка. И тем более, меня еще и крипы забрали. Давайте смотрим. Тракса на первом месте. Сразу же скажу. Я вставлю ссылку на датабаф. И вы увидите, что меньше всего урона в игре нанесла Тракса. Потому что она нанесла там 5,5 тысяч урона. Ее вообще с нами не присутствовало. Только мы были. То есть, тут Фурион прилетел с Медасом. Курицу нашу уничтожил. Смотрим дальше. Убили. Отпушили. Естественно, лайн сейчас заберем. Вардецкий. Клокерк поставил. Тоже такой. А нет, то наш вардецкий, кстати, стоит. Смотрим дальше. Естественно, ходил на ганги. Единственный, кто меня тут контролил. Это, конечно же, урса. Потому что он там по 200 дамаги меня наносит. Опачки. Опять, что я сделал? Купил варды. И полностью фулл саппорт был. То есть, варды, варды. Хилку тоже первый прокачал ее. Никто не качает вообще на Хускаре. Ну, иногда в один. И что вы думаете? Мы вытащили эту игру? Или нет? Давайте посмотрим. Ну, 18-ая минута. Просто посмотрим. Нетворс. Метагейм на первом месте. Там урса, фурион. Траксевич. И бедненький Хускар. Почти в самом конце. У них кто еще? У них... А, у них же фурион. Который вообще по фарму чемпион. Что я следующим собираю? Конечно же, нужно надо собирать. ПТ, доминатор. Все это стандартное. То есть, уже когда прошел early game. Начало. Такой саппортинг уже по сути не нужен. Суперсильный. То есть, там варды... Варды стоят, как вы видите на мини-карте. Все есть. Единственное, там был эсэ с лотаром. И вы тоже это скоро увидите. Где я закуплюсь? Бокс энтрей сейчас. Просто промотаем, где мы пойдем пушить. Вот, я собирался. БКБ, вот. Я купил 6 с энтрей. Все против эсэ. Вообще, ни БКБ не дособирал. Ничего. То есть, оно нам уже не нужно. Мы доминируем. Потому что у нас было мека. Мы все файты из-за этой меки выигрывали. Были варды. Мы знали, кто откуда идет, где ловить. Я скинул номер матча. Просто посмотрите. Да, я его даже, наверное, залью на лайв-канал. Кстати, лайв-канал можете найти справа. В саббоксе мой киборжик он называется. Ну, киборжик лайв. И там будет эта игра. Вы просто посмотрите и увидите, как выигрывать игру. Даже если у вас пятеро саппортов. Я понимаю, это немного не тематическое видео. Но, я думаю, оно будет полезно в нынешних пабах. Просто, чтобы такие вот, я не саппорт, я керри, мне хускар на рандоме. Че я должен покупать? Варды. Вот, показывайте. Вот, он купил меку, он купил варды. В итоге, команда затащила, потому что и отхилил вовремя, и спас. И, там, варды поставил. В итоге, сколько раз мы цепляли того же СФа в лотаре. Видите, постоянно, какая бы минута игры не было, всегда стоят варды. Всегда я покупал варды, вот, стоят на карте. Вот тут вот стоят, вот тут вот. Из-за этого мы видим, где кто фармится в лесу стоит, естественно, на Фуриона ихнего. Так что, не стесняйтесь ставить варды. Тут нас, правда, спалили. Просто, не стесняйтесь ставить варды, не стесняйтесь их покупать. Это очень полезная вещь. Меха тоже ранее полезная. Ее собрать можно практически на любом персонаже. Она любому персонажу даст плюсы, как минимум арморы хил. Видите, на Хускаре она отлично зашла. Тут Феникс спрятал меня в яйцо. И, ну, короче, мы, считайте, выиграли. Давайте промотаем. Тракса, которая пришла только в конце игры с нами спушить трон. И все. Просто покупайте варды. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Знаю, информация немного странная, но просто покупайте варды. всем пока.